В Донецке, где их сейчас отлавливают, чтобы вот так на войну отправлять гибнуть, полуфинал чемпионата Европы по футболу проходил. Аэропорт был с прямыми рейсами в Мюнхен и в Дубай, откуда эти люди, жившие со своими семьями довольно богато, могли туда летать, отдыхать или по работе. А теперь они живут в африканского типа режиме, который отлавливает их на улицы и отправляет погибать. Это что, помощь нашим называется? За весь 21-й год, по разным данным, на Донбассе погибли не то 8, не то 18 человек. Каждая жизнь человека бесценна. Гибель 18 человек — это огромная трагедия. Но она не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на Донбассе сейчас. Путин принес опустошительную войну на территорию не только ДНР и ЛНР, но и всей русскоязычной Украины. Именно там, на русскоязычном востоке Украины, где жили наиболее лояльные к России украинские граждане, сейчас целые города и поселки превращаются в пустыни из разбитого кирпича. Пророссийских ориентированных украинцев на востоке Украины больше нет. Путин смог сделать невозможное. Сейчас к нашей стране с наименьшей ненавистью относится как раз самый запад Украины, потому что туда долетает не так много российских ракет. А жители восточной Украины никогда не простят того, что сделала с их домом российская армия. Что касается ДНР и ЛНР, то там по итогам путинской войны может физически не остаться мужского населения. Мужчин там уже попросту отлавливают и отправляют в бой без какой-либо военной подготовки в составе так называемых народных милиций. И без какого-либо смысла вообще. Зачем гибнут эти люди? Да незачем. Продолжение следует...